Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders. Помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью лидогенерации в LinkedIn. Сегодня у меня в гостях Андрей Заикин. Андрей фаундер компании Flowteam. И Андрей помогает стартапам развиваться быстрее, быстрее выполнять MVP. И Андрей есть интересный кейс, как он помог стартапу сэкономить 180 тысяч долларов на разработке и повысить доход на 120%. Андрей, расскажите, пожалуйста, об этом кейсе. Я думаю, многим нашим гостям и слушателям это будет интересно. Да, здравствуйте. Наша компания занимается аутсорс-разработкой и помогает фаундерам и отличным клиентам создавать из идеи их продукты, а также расширять уже существующие какие-то бизнесы, либо их какие-то продукты и достраивать новые рядом, либо вообще расширять и увеличивать. Это могут быть там и веб какие-то вещи, либо там только анализом данных, либо мобильное приложение, либо вообще дестоп-приложение и так далее. Что касается вот этого кейса, я хотел немножко рассказать об этом. Как мы помогли, собственно, в сфере медиа, бродкастинга и интертеймента, стартапу из Лос-Анджелеса стартануть и увеличить там их ревеню, которая у них была. Что касается вообще про историю того, как это было, немножко тоже расскажу, то, что мы три года назад встретились с этими людьми, которые занимались автоматизацией всех процессов в этой сфере медиа. И, то есть, это работа с футиджами, то есть, исходным материалом, из которого делаются последующие фильмы, сериалы, новости, рекламы и так далее. И автоматизировать вот этот процесс до создания конечного продукта, а именно там, допустим, песни, либо там какое-то видео, либо рекламы, ну и прочее, что я уже перечислил. И у них был набор вот этих автоматизаций, этих бизнес-процессов, которые они уже применяли для каких-то своих клиентов в Лос-Анджелесе, в Голливуде и разного калибра компаний, от маленьких, до мейджоров и так далее. Но у них была большая проблема в том, что они тратили большое количество времени на продажи и на последующий деплой вот этих автоматизаций и настройку. И из-за этого у них получалось меньше выручки как таковой. И здесь на слайде немножечко о самой компании. То есть у них вот эти солюшены, которые они предоставляли, они у них были подзапилены под какие-то специфичные медиа, системы управления вот этими футажами и системы управления этих людей, команд, для работы с этим. И у них вот была идея, что нужно как-то оптимизировать вот этот весь процесс и сократить срок продажи и деплой, и настройки. Мы с ними поговорили, пошли некоторое время подумать и сделали им предложение о том, что мы можем сделать продукт, который позволит, расширяемый продукт, который позволит все вот эти автоматизации, которые у них есть, ну, может, не все, а какую-то часть, которую они могут расширить на любого клиента, сделать отдельными фичами в этом продукте и по подписочной модели продавать их. То есть не просто отдал один раз и все, и оно работает за какой-то там супербольшой прайс, а подписочная модель, которая будет стоить меньше, но при этом на дольше растянет использование. При этом можно использовать более расширенную модель в подписке, когда еще платят за ресурсы. И здесь, конечно, много было челленджей, с которыми мы встретились. В частности, нужно, чтобы это была отлично масштабируемая история, потому что количество клиентов может расти, и использование клауд-инфраструктуры может сильно увеличиваться. К тому же это специфичные технологии, которые касаются медиа и инжиниринга, в плане кодеки, транскодинг, энкодинг и прочие такие вещи, которые требовали специфичных знаний и в отходах. Для чего это все? Для автоматизации. Автоматизация – это что? Это увеличение количества использования клиентов. Соответственно, больше файлов, больше видеороликов создаются, больше видео обрабатывается, а исходное видео, которое снимают эти компании, оно огромное. Это гигабайты, и архив может достигать, не знаю, по огромным количеству терабайт и петабайт данных, которые хранятся где-то в архивах. И часто возникает такая потребность, эти архивы оттуда доставать и как-то оцифровывать, либо создавать оптимизированные процессы, которые позволяют вот эти все архивные видео уже использовать сейчас. И инфраструктура должна быть низкой стоимости. Для этого мы используем сервер-лез-подход, чтобы ее оплатили только за то, что используется. И это сейчас оправдывает себя. Что касается немножко обо мне, то я 8 лет уже занимаюсь разработкой на заказ, и вся наша команда, которая сейчас с нами работает, они по большей степени с самого начала с нами. И мы помогаем таким фаундерам, как стартаперам, и не только стартаперам, как я уже сказал, чтобы они достигали новых своих результатов. Что касается команды, у нас больше 20 человек уже, и мы больше всего 3 клиентов уже, и их множество проектов сделали. Мы работаем с AWS, Google Cloud Platform, Azure, IBM Cloud, все, что связано с сервер-лез и вообще с Cloud Infrastructure. Используем Node.js, Angular, React и Flutter для мобилок. Как вообще мы работаем? Мы встречаемся с клиентом, обсуждаем, как я уже это уже сказал, обсуждаем, что мы можем для них предоставить. Мы включаем контракт, работаем, делаем delivery, и потом делаем дальнейшее подвижение. Точнее, ну, по какие-то новые шаги. Какой solution мы здесь сделали? Мы сделали модульную систему, которая позволяет очень быстро наращивать какой-то дополнительный функционал. И по подписочной модели, как я уже сказал. И за пять месяцев мы разработали полностью с нуля эту систему, там, backend, frontend, веби, всю платежную систему через Stripe и десктоп-приложения, чтобы работать с нативными, какими-то специфичными приложениями. Все это было интегрировано. И вот за пять месяцев у нас 14 различных модулей, которые работают дополнительно, и можно их расширять достаточно просто. Каких результатов мы издобились? То, что вот на 120% увеличилась ревеню, то есть у них там было какое-то количество в год, и они не могли дальше расти, потому что у них достаточно много времени тратилось. Сейчас мы быстро это все... Ну, сейчас это все достаточно быстрее происходит, и стало более стабильным из-за подписочной модели. Также количество кастомеров увеличилось в три раза, потому что они могут больше продавать и меньше что-то деплойить. И они сэкономили большую кучу денег, потому что это было не US-based developer, а из других стран более дешевых. И Customer to Feature время было сокращено в шесть раз, потому что мы можем быстро что-то создать, дополнительно расширить функционал, и прийти в продакшн, и уже в подписочную модель, и это уже будет работать, потому что уже платформа есть. А также вот эти все marketplace, которые у нас есть, он позволяет, точнее, там, в три раза. А в шесть раз из-за того, что не нужно тратить время на деплоид и установку. Это все с одной кнопки делается. Вот такая вот автоматизация у нас была именно в этом конкретном кейсе. И сейчас мы продолжаем развивать этот сервис и работать дальше. И мы ищем возможности помочь в подобном виде кому-нибудь еще. Дмитрий. Да, Андрей, спасибо. Мне кажется, это очень интересный кейс с четкими понятными и однозначно полезными результатами. Я думаю, что для других ребят из нашего комьюнити был бы очень полезен ваш опыт, собственно говоря, в работе с видео. Вот внизу я здесь показываю ссылочку на ваш кейленли. То есть у вас есть хороший опыт работы в проектах с большими объемами видео, аудио и так далее. Это очень специфичная история. Поэтому если у кого-то есть такие проекты, вы можете смело обращаться к Андрею, к его опыту. Более того, такое четкое структурирование понимания сути задачи. То есть если вам нужен опыт Андрея, его команды, и в частности в клауде, в частности в видео, аудио и в других таких емких решениях, смело обращайтесь. Вот внизу время вы можете вкликнуть по ссылочке на кейленли, выбрать удобное время для встречи с Андреем и обсудить, как для ваших проектов может быть полезна команда Андрея. Я правильно понимаю? Конечно, да. Я открыт для общения и для нового знакомства, и для полноценного увеличения нетворкинга. и для каждого, и увеличение нашего роста. Да, супер. Коллеги, тогда кому интересно, у кого есть подобные проекты, пожалуйста, рекомендую Андрея как эксперта в этой сфере. Я думаю, что вы вместе сможете получить отличные полезные результаты благодаря совместной работе с Андреем. Андрей, спасибо. Спасибо вам, Дмитрий.